Несмотря на то, что в последнее время количество заболевших коронавирусом более-менее стабильно, появилась другая сложность. Больше стало тяжелых случаев. В Республиканском госпитале для ветеранов нам объяснили, почему так необходимо прививаться от COVID-19. Госпиталь для ветеранов уже 14 месяцев работает в режиме COVID-госпиталя. И если в отделениях стационара временами случаются пустые койки, то реанимация в последние недели стабильно заполнена. Врачи говорят, болеть стали тяжелее, процент поражения легких выше. Чаще приходится прибегать к искусственной вентиляции. Население перестало бояться этой инфекции. Расслабленность, расслабились. Но все-таки надо соблюдать все нормативы, которые проспотребнадзор требует. Если все эти пациенты прививали, они бы легкой формы переболели или вообще не болели. Что касается соблюдения режима эпидбезопасности, то Станислав Александрович за 14 месяцев работы в красной зоне не переболел. И это убедительно доказывает. Защитные костюмы на работе, а в быту маски, перчатки, антисептики действительно выполняют свою функцию. Что же касается прививок, то у врачей госпиталя нет сомнений. Мы все выступаем за то, чтобы все проходили вакцинацию. Имея такую хорошую возможность профилактировать заболевание, грех этим в настоящее время не воспользоваться. Тем более в настоящее время вакцины есть на выбор. Могу с уверенностью сказать, что у нас большинство медработников, которые имели показания для вакцинации, уже прошли вакцинацию. Я сам прошел, имею титр, хороший титр антител, и всем это советую. Сегодня в Чувашии вакцинацию прошли 117 тысяч человек. Всего же предстоит привить 588 тысяч. Елена Гальперина, Бахтияр Велиев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин